И следующий доклад из военно-медицинской академии, доктор Виктор Рева, повреждение сосудов конечности за открытую хирургию, пожалуйста. Спасибо, спасибо организационному комитету за то, что пригласили выступить с этим докладом. Особенно приятно выступать в аудитории, где есть не только сосудистые хирурги, но и травматологи, травмохирурги. Не знаю, есть ли здесь эндоваскулярные хирурги, потому что проблема комплексная. Но я надеюсь осветить, по крайней мере, одну часть этой проблемы. Я докладываю за открытую хирургию, достаточно стандартный подход, и, казалось бы, нечего здесь больше сказать. Мы все делаем открытую хирургию повреждений сосудов конечностей, и в связи с этим я постараюсь сократить свою лекцию из-за того, что мы немножко выбились из графика. Формулировка доклада за открытую хирургию не обозначает, что я против эндоваскулярных хирургий. И в какой-то мере я даже, наоборот, фанат эндоваскулярной хирургии. Well, Open Surgery Pro doesn't exactly mean the time and the surgery of Contra are quite the opposite. Тем более, что основной метод лечения, эндоваскулярный метод лечения при травмах, был придуман на территории Советского Союза хирургом Николаем Володосим, который, к сожалению, скончался месяц назад. Это был первый метод, первая установка покрытого стента, стендграфта в мире. Какой же метод все-таки наиболее предпочителен для использования вообще при повреждениях конечностей, особенно в России? Этот метод должен быть эффективным, этот должен быть метод общепринятым по ряду причин, как законодательства, так и традиционных подходов в данном конкретном учреждении. Он должен быть надежным, он должен быть простым и должен быть дешевым. Это некоторые клиники, которые я видел, к примеру, слева вверху, это клиника в Хайфе, это Максим Лейдерман. Справа внизу это Бейлинсон, Петах Тиква, это Тель-Авив. И два снимка сверху и снизу, это полки эндоваскулярных операционных в Швеции. Таким образом, что же делают в мире? В России мы делаем открытую хирургию и число эндоваскулярных вмешательств крайне низкое по вышеперечисленным причинам. В мире одна из самых свежих статей исследования ПРУВИД, опубликованная в 2015 году, оно до сих пор продолжается. Первые исследования достаточно интересные. 14 центров было вовлечено, 542 пациента, из них проникающих ранений около трети. Диагностика осуществлялась в подавляющем большинстве с помощью КТ-ангиографии. И распределение лечения, как лечились пациенты, вы видите, здесь половина была пролечена консервативно. И вы можете видеть статистику исследования, как пациенты были тренированы на слайде. Вот вы видите схему, мой доклад посвящен повреждениям конечностей. И в рамке вы видите, что эндоваскулярное лечение при травмах конечностей фактически отсутствует. Из 542 пациентов минимальное число пациентов получили эндоваскулярное лечение. И наоборот, открыто оперировались подавляющее большинство пациентов. Однако это повреждение сосудов ниже паховой складки и дистальнее подмышечной области. Если мы взглянем немножко выше и возьмем в общую совокупность подвздошной артерии, вы увидите, что соотношение немножко меняется и становится примерно один к одному. Если мы взглянем еще выше, еще глубже, это тарацик аутлет, выход из грудной клетки, то соотношение меняется в сторону эндоваскулярной хирургии. И больше пациентов оперируется эндоваскулярно, чем открыто. Такая же тенденция отмечается и повсеместно в сосудистой эндоваскулярной хирургии по всему миру. Количество эндоваскулярных вмешательств растет. Здесь указаны не случаи травмы, а случаи заболевания артерии, а число случаев открытого лечения неуклонно падает. То же самое мы имеем в военно-полевой хирургии. Полковник Тодд Расмуссен из США опубликовал такие первые данные о неуклонном росте числа эндоваскулярных вмешательств в военном госпитале поддержки, Combat Support Hospital, где они ежеквартально увеличивали значимое число эндоваскулярных процедур. Это расподвигло его опубликовать серию работ о переходе от открытых вмешательств к эндоваскулярным. Таким образом, если мы проследим историю о развитии вопроса выполнения открытых эндоваскулярных операций, мы имели во время Второй мировой войны подавляющее большинство перевязок артерий, что потом концепция сменилась к выполнению открытых операций. Это Корея, Вьетнам, 79-89 годы Афганистане. И современные военные конфликты в Ираке и Афганистане привели к развитию эндоваскулярной хирургии. На самом деле, в настоящее время происходит сдвиг этой парадигмы, и каждая из этих вмешательств имеет свое место и свои показания. Так это было блестяще показано на докладах по травме шеи. В соответствии с показаниями мы видим, что есть зоны, которые наиболее доступны для открытой хирургии, и есть зоны, которые наиболее доступны для эндоваскулярной хирургии. Основными методами лечения открытого является шов сосуда, а эндоваскулярного – это эндопротезирование или стендграфтинг. Однако немногие исследователи изучали отдаленные результаты эндоваскулярного лечения травм сосудов. Один из этих докладов, который освещает опыт одного травмоцентра, изучая пятилетние результаты эндоваскулярного лечения, они выявили, что достаточно высокая частота осложнений и последующих реинтервенций при первичном эндоваскулярном лечении. Таким образом, когда же мы применяем открытую хирургию? Это активное продолжающееся кровотечение, тяжелое повреждение мягких тканей, костей, конечностей. Это молодые пациенты, пациенты с нестабильной гемодинамикой, в условиях ограниченных ресурсов, травмоцентры 2-3 уровня, отсутствие службы эндоваскулярной хирургии, отсутствие достаточного оборудования и высокий риск кровотечения при применении антикоагулянтов. Мы изучили вопрос применения эндоваскулярной хирургии на модели животных, мы моделировали тромбоз бедренной и подвздошной артерии. Далее мы выполняли реканализацию, потом реканализация, тромбоаспирацию, тромбоаспирация. Потом устанавливали стент, got stenting. Это последняя фотография, окончательная ангиограмма после вмешательства. Эти животные получали антикоагулянтную и антиагрегантную терапию. Все эти животные получили антикоагулянтную и антикоагулянтную терапию. В другом исследовании мы решили отказаться от антикоагулянтов и антиагрегантов. Почти все 4 из 5 животных, у которых было выполнено стентирование, и 4 из 5, у которых было выполнено эндопротезирование, возник тромбоз сосуда. Мы изучили это в связи с тем, что антикоагулянты и антиагреганты это достаточно сложно и не всегда возможно при тяжелых травмах, при политравмах. Эта картинка, ангиограмма, должна была показывать тромбоз подвздошной артерии. Здесь вы видите общие результаты при применении антикоагулянтов и антиагрегантов, достоверное отличие в скорости кровотока между группами и при отсутствии антикоагулянтов и антиагрегантов нет никакой разницы. Существует такое мнение, что нельзя оставлять металл или стенд ниже паховой складки или дистальнее подмышечной области, и это вполне приемлемо для травмы. При ранениях общей бедренной артерии в паховой области, при ранении подколенной области, скорее всего, открытое лечение будет оставаться основным методом лечения, так как поверхностная бедренная артерия подвергается повышенному травматизму. Отдаленные результаты стентирования при таких поражениях не изучены и не всегда достаточно хорошие. И необходимость приема лекарственных препаратов также ограничивает это применение. В данном случае, на какой-то момент, мы не забываем, чтобы она приемлеметна. В данном случае, если мы проводим ремонту с помощью пахов на бумаге, или в течение пахов в этой части, то мы бы так не хотим закрыть удары, При подобных ранениях вряд ли у кого-то возникнет идея применять эндоваскулярные или неоперативные методы лечения. Таким образом, я хотел сказать, что открытая хирургия и эндоваскулярная хирургия не соревнуются между собой, они дополняют друг друга, и в зависимости от каждого клинического случая что-то должно применяться сначала, а что-то в последующем, или в соответствии с новой концепцией EVTM мы можем применять это как гибридную технологию. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Виктор, very nice work. Виктор, I didn't have the time, I wanted to show here some stuff that I was doing. I was working in a small hospital, receiving injured people from over the border. В Сват. В Сват, yes. So, this patient who came to me had very special and unique thing that they came very late, presented to me very late. So, they have well-established infection and inflammations. So, in those patients, absolutely no thinking even of endovascular treatment. Nevertheless, there are few things that I'm using endovascular. AV fistulas, even in the SFA, that's the best way, you want to go after a week or three or four days that you have an AV fistula, or even a pseudoaneurysm in the leg, you don't want to go into there. Just want to put a stand and think about it later on. That's the real translator. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I have a question. I wanted to tell you about one case. I was working in a small hospital, when I got patients from other countries. And there was a very unique situation. Because all these patients came to me quite late. There was an infection. There was an infection. And, of course, in this case, it was impossible to do with endovascular technology. But, if, for example, we are dealing with fistula in the joint artery or with a pseudoaneurysm, which we wouldn't want to go into, then it would be better to leave it for some time to complete endovascular technique. The second place that I totally agree with you are the iliacs. Now, when you go into the iliacs and someone had three or four operations, has a stoma, and suddenly there's a big bleeding and you make an angiogram or CT angio and you see there's a big pseudoaneurysm, you don't want to go into there. Not to suture, not to ligate. You just want to put a stand and go home. So, basically, I totally agree with you. Go for surgery, open surgery, take a vein, put the best way that you can do. I did a few stuff with blunt trauma, with also injury of the bones, and you make a CT angiogram, you see there's no bleeding. And I thought I'll try to go with a catheter. There was a very long dissection. I just went through, put a stand in the SFA. It's very nice. Now, why I prefer it? Because if you open up the things there with a fracture of the bone, you start messing with bypasses in this place, even if it has an external fixator, I think it's better to put there a stand, even if it's a young patient. And we can argue about it. I can, you can say that I'm wrong, but for a dissection to put in a stand, it's not a bad thing. This is what I think. But most of the stuff open surgery. Dr. 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 Dr.